Здравствуйте, уважаемые зрители! Гроссмейстер Сергей Шипов ведет свой последний репортаж из супертурнира Вейконзея 2.0.11. Итак, победителем стал у нас американский гроссмейстер Хикар Накамура, который, конечно, известен своими большими успехами в Блице, но доселе настолько больших побед в турнирах у него не было, и сейчас он убедительно доказал всему миру, что он не только сильный блицер и не просто сильный гроссмейстер, а гроссмейстер экстра-класса. Он молодец, он проявил буйную, поистине, каспаровскую энергию, добился очень большого результата, и, конечно, остается только рукоплескать его успеху. Сейчас я вам покажу партии последнего тура, причем не только партии главного турнира, но и очень интересную партию из турнира С, и очень судьбоносную. Итак, сейчас уже окончился 13-й тур, и все партии завершились ничью, хотя в некоторых партиях была довольно большая серьезная борьба, и даже был перевес у каких-то сторон, но в целом во всех партиях щит оказался прочнее мячей, и, видимо, бойцы уже настолько устали, что не могли довести до логичного результата даже совершенно выигранную позицию. В партии лидера не получилось большой борьбы, хотя бы потому, что Накамуру, конечно, ничья отустраивала, по сути, а Ванхау просто-напросто не продемонстрировал в дебюте какой-то серьезной подготовки. Вот эта позиция в системе Модерн Бенони хорошо известна, здесь на победу играют ходами конь Д2 и слон Ф4. Ход ладья Е1, который сделал Ванхау, по-моему, абсолютно ни на что не претендует. Получается просто ухудшенная редакция известных вариантов. Конь Е4, вот так черную прощают игру. Здесь раньше брали на Е4, но все равно там черная ладья шла на Б4. А китайский шахматист, судя по всему, творил за доской, сыграл ладья А3. Получилось достаточно приятной для черных структур, в которой у них есть игра на ферзовом фланге. Провести Б5 удалось, и вот поначалу казалось, что пешка А6 это слабость, но довольно вскоре выяснилось, что она, на самом деле, успешно идет вперед, причем черные не останавливаются перед жертвой качества. Ну вот ход Е4, он тоже вроде бы агрессивный, но вот Е5 нигде не проходит. Зато у черных после хода ладья Б4 уже идет пешка А, слон Ф1 и А5. Здесь вот мне показалось, что Накамура может и выиграть. На слон Д2 Накамура мог, в принципе, жертвовать качество и ходом слона А6. Вот, кстати, это было достаточно агрессивно. В любом случае, взять и на Б4, следует СБ, и там у черных уже перевес. А последовал конь Е5, взяли-взяли. Я думаю, что Хикару сознательно упростил так игру. Слон С3 и выясним, что соперник не собирается брать на Б4. Американский гроссмейстер сыграл слон Д7, предложил ничью, но здесь черные именно с позиции силы делают ее. Итак, здесь произошла достаточно быстрая ничья. И Накамура обеспечила себе первое место, но будет ли это дележ или единоличное, зависело от того, сумеет ли Анант выиграть. К тому времени Анант уже получил перевес в партии с непомнящим. Ян, ты поднес сюрприз в дебюте. Ты поднес сюрприз. Был разыгран вариант Найдорфа. Причем конь отошел не на Б3, как обычно, а на Ф3. Эта позиция встречалась уже у Ананда. И всегда играли слон Б3. Здесь Ян применил редкий ход. Конь Д5, который до этого белым приносил одни ограничения, но он, как выяснилось, подготовил новую идею. Идею неплохую. Итак, после размены черные меняют сторожевого коня на Ф6. И вот здесь, в отличие от предыдущих партий, последовало С4. То есть белые просто запломбировали центр и собираются атаковать на ферзовом фланге. То есть конь Ф6, ферзь Б3. Видимо, размен на Д5 правильный. Вот слон Ж4, который я рекомендовал в онлайне, судя по всему, не уравнивает из-за простого развития. Ладья Ц1, и на слон Ф3 белые не бьют же, что, кстати, вовсе неплохо, а играют слон Б6, очень важно. А потом бьют ферзем. Вот, конь Д5 ход правильный. Просто поначалу мне казалось, что у черных все-таки слишком уж стесненные позиции. Ну, выяснилось, что конкретных путей к развитию инициативы белых, в общем, не удалось найти. Мне, кстати, показалось, что, может быть, на Ц1 надо было поставить ферзовую ладью. Раз А2, А4 нигде не прошло, то, может быть, Яну надо было поставить ладья Ц1. Это давало бы некоторые еще возможности в дальнейшей игре. Ну, последовал ладья Ц1, видимо, Ян здесь был уверен, что порвет ферзевый фланг, но он как-то не порвался. Вот. Ферзь Ц3, видимо, это уже шаг к борьбе за уравнение. Во всяком случае, после этого только черный начинает петендовать на перевес. Не исключено, что ход здесь А4 надо было сделать, чтобы, во всяком случае, оправдать положение белой ладьи на А1. Но, видимо, там тоже ничего особенного не было. У ферзя на Б3 есть отличительное качество. Он пока не позволяет сделать ход Ф5, потому что там следует удар конь Е5 и Д6. Так вот, после ферзь Ц3 как раз у черных появилась эта волшебная возможность. И здесь уже надо как-то белым очень изобретательно играть, чтобы что-то получить. Вот я рассматривал ход Слон-Ж5. Теперь это бодрый компьютер рекомендует вот так забрать пешку. Но вот если бы ладья здесь стояла не на А1, а на Ф1, мне кажется, что здесь черные могли бы получить на Орехе. Например, вот эта ладья идет на Д1, и, в общем, мне кажется, что с пешкой на Е6 еще надо справиться. Но с ладьей на А1 я верю мудрому компьютеру, что тут, может быть, у черных хорошо. Последовал ферзь Ц7 и тонкий ход ладья Ф7. То есть черные сохраняют преимущество двух слонов, ничего не теряют. И могут перейти в атаку, у белых пешки могут оказаться слабы. Конечно, здесь можно было просто разменяться на Ф5, разменяться на Б8, конь Д2, Ф3, конь Е4. Но не исключено, что Яна смущала слабость пешки Д5. Ф3, конь Е4. Хотя, конечно, на самом деле здесь особых проблем у белых быть не должно. А он сыграл конь Д2, ход очень амбициозный, мол, если ходишь, дедушка Анант, меняйся на Е4 сам. Но вот дедушка-то сыграл иначе, он после размены сыграл слон Д8. То есть он вовсе не торопится, и теперь уже где-то при случае может последовать Ф4. Конечно, здесь можно было разменяться на Ф7 и сыграть Ф3, но тогда черные зажимали. Закрывали центр и потом начинали атаковать на королевском фланге. Эта позиция не такая простая. Мне кажется, что здесь белым надо еще поработать для того, чтобы ничью сделать. А Ян решил сделать ничью повеселее. Он вообще зажигательный шахматист. Ладьяц А6, слон Д7. Здесь уже выбора нет, потому что угрожает еще Ф4. Ян пожертвовал кач, что, видимо, сделал все правильно. Но в этот момент, я думаю, что ход А4 был более упорным. Обычно это прилагательный, упорный. Употребляют тогда, когда, скажем, проигрывают белый. И комментатор предлагает путь, который мог дать больше шансов на сопротивление. Но Ян-то спасся, но все-таки спасся благодаря тому, что Анант не использовал свои шансы. Итак, последовал Ф3. Ну хорошо, ход Ф4 не буду критиковать, хотя он не единственный. Слон С5, видимо, вот в этот момент Анант мог поставить очень серьезные проблемы. Ему надо было сыграть Ладьяц А8 сразу. Сразу нацеливаясь на вертикаль С. Идея в том, что вот если сыграть конь Б3, то слон Б8, слон на С5 неустойчивый. Если сыграть Б4, казалось бы, что может быть естественно. Тогда А5. И в этот момент уже позиция вскрывается, потому что если мы закрываем ее, играем ходом А3, тогда очень сильный ход А4, он не позволяет белому коню встать на Б3 и подкрепить вот этот форпост, который занимает слон. Позиция только выглядит красиво за белых, потому что на самом деле черные вскоре прорвутся по вертикали С. И вот здесь у белых была очень серьезная проблема. А слон Д6, так как сыграл Виши, после этого белые получили возможность коня на С6 отправить. И даже то, что Ладья пришла на С2, на самом деле выяснилось, что ничего не дает. То есть здесь Ян на самом деле четко защищался. И мои опасения, честно говоря, казалось за доской, что все-таки Ладья где-то прорвется. Но выяснилось, что одной вертикали, а черные вскрывают и одну, и даже вторую вертикаль, но все-таки не хватает. Здесь выяснилось, что король успешно держит все поля вторжения. Кстати, потом я стал уже изощряться, думаю, а что если защитить пешку Е5 и короля отправить в тыл? Ну вот здесь-то можно было доиграться. Я смотрел такой вариант. Взяли-взяли, Ладья Ж5. Значит, черные и белые стоят и делают вид, что ничего не хотят. А вот уже после короля Ж5 они просто-напросто играют в Д6 и уверенно побеждают на этой партии. То есть пешка просто проскакивает в Ферзы. То есть черные вынуждены отдать за нее Ладью. Поэтому Анант не стал рисковать, он сыграл Ж3, предложил ничью. Ну что ж, Анант занял второе место. Он, на мой взгляд, очень здорово провел этот турнир. Но немножко не хватило для того, чтобы угнаться за нашим неуловимым самураем. Вот. Смотрим дальше. Грищук Карлсон. Ну что сказать. Грищук, на мой взгляд, получил перевес. В очередной раз очень сильно задумывался. И почему он этот перевес так быстро выпустил, осталось загадкой. И Карлсон, как я понимаю, вышел играть на выигрыш, вышел играть на победу, чтобы догнать там всех конкурентов. Но как-то неудачно у него это получилось. Он разыграл защиту Чегорина, в которой, судя по всему, не прочувствовал каких-то нюансов. На самом деле здесь вопрос к теоретикам. Потому что то, как сыграл Грищук, очень естественно. И вот я по базе смотрел, собственно, непонятно, как же вообще здесь черные должны играть. Итак, здесь ход С4 следует, ферзь Д6, но это все встречалось, Д5, конь Б8. Вот, и здесь Саша сделал достаточно логичные ходы, которые неожиданно выявили перевес белых. То есть черные не успевают коня поставить на С5. Здесь надо играть именно так, как играл Грищук. Ладья Б1, напали на Б7, но не знаю, может быть здесь надо было пешку на Б7 жертвовать. Но это не каждому дано, не каждому по силам. А на Б6 последовало здесь не ладья Ж1, тогда конь Д7 как раз было в одной из партий. Причем достаточно квалифицированных шматистов. Конечно же, слон Б4. Выясняется, что черные кони просто не успевают создать заслон. Что здесь делать? Можно было отступить ферзь Д7, но тогда у белых находился очень сильный ход Х4, который выводил второго слона на А3. Например, если сыграть конь А6, и вот здесь слон на А3 возникает беда у черных. Нельзя отступать на Д8 из-за шаха на А4. А ход Ф5 абсолютно вынужден, но все-таки очень сильно ослабляет черные поля. Здесь, конечно, довольно серьезные проблемы у черных. Малыш погоревал, погоревал, сыграл С5. Но от хорошей жизни такие ходы не делаются. Здесь все-таки вскрываются диагонали. Здесь, вне всяких сомнений, у белых был серьезный перевес. Ходом слон Д6 они могли выиграть пешку. Так Грещук не сыграл. Теперь угрожает С5, с идеей слон Б5. Пришлось бы играть конь Ф5, отдавать пешку и затем имитировать какую-то активность. Я здесь посмотрел. Конечно, некоторая активность у черных есть, но терпеть ее можно было. Но Грещук сыграл не дурно. Он сыграл слон Д3. Угрожает слон Е4. Ну что, ферзь Е6. И вот этот момент остался непомнятым. Я не понял, зачем Саша здесь сыграл С5, позволив сопернику все упростить. Ну, конечно, надо было сыграть слон Е4 на паль, на ладьо. Потом надо было сыграть слон Д5 на ферзя. Конечно, брать нельзя. И теперь что делать? Если ферзь уходит на Ж6, тогда мы играем король Е2, ладьо на Ж1 подключаем. Если ферзь Ф6, то просто ферзь А4. И здесь вот эти бедные несчастные кони, их слоны избивают, и везде черные вынуждены откупиться качеством. Например, ладья С8, ну если 2-0 просто на Е7 треснули, ладья Ж1, в общем, ничего лучшего, кроме как 2-0, ты найти не удается. Тогда взяли, взяли, взяли на Е8. Ну что, ну качество лишнее. И мне кажется, играть на победу белым можно и нужно. Вот, а последовало С5, после чего черные закончили развитие, и еще успели одного слона разменять. В общем, честно говоря, непонятно. Но Грячук находился в турнире в такой ужасной форме, что все время задумывался, попадал в Сейкноте. И там, конечно, случалась беда. Но здесь просто ничья состоялась, потому что все разменивается, и ресурсы борьбы кончаются. Итак, Широв-Лами. Вот здесь Широв в очередной раз столкнулся с новинкой, в очередной раз отреагировал не совсем удачно, и стоял очень-очень сомнительно, но спасся. Причем спасся так, что мог даже и поиграть на победу. Итак, это открытый вариант испанской партии. Алексей, как обычно, играет свои варианты. Играет свои варианты, к ним готовится, ему преподносит сюрприз. После чего выясняется, что Алексей за доской сейчас, во всяком случае, в данном турнире не в состоянии разобраться. Вот в этом положении применялись ходы Ферз-Д7 и Ферз-Д5. Играет Лами, который вообще блестящий, как оказалось, готов в дебюте, вообще очень хорошо работает человек, сыграл Слон-Ж6. Ход скромный, но, как оказалось, достаточно сильный. И он ставит перед белыми достаточно серьезные задачи. Я здесь изучал два хода. Во-первых, принципиально, конечно, ладья Е3 с идеей взять пешку на Д3. И все это кончилось, в анализе кончается вот таким вот окончанием. Ну, вы сами, пожалуйста, посмотрите. И есть еще боевой ход Е6. Боевой ход Е6. Причем главная идея этого хода в том, чтобы здесь вот на Ферз-Д7 белые с большим удовольствием жертвуют качество на Ж6 и съедают пешку Д3. Там за счет того, что у белых два слона очень мощных, а у черных есть слабости, вот такое качество жертвовать можно и нужно. Но здесь, на самом деле, черные должны играть ладья Е6. И вот здесь все совсем-совсем не ясно. Там тоже очень острые варианты. Не исключено, что ход Слон-Ж6 вообще очень качественный. Последовал ход H3. Ход очень галый. И черные начали наступление на Ферзовом фланге и успели, неожиданно успели подкрепить пешку Д3. Вот здесь уже белым надо как-то аккуратно работать на соскок. Но, конечно, это было непросто сделать в таком состоянии. После разменов Алексей сыграл Е6. Взяли-взяли. И вот здесь пешка С пошла на помощь. Я здесь тоже смотрел. Может быть, можно отдать качество и съесть на Д3. Но вот, скажем, если разменять Ферзей, то здесь белые слоны попадают под удар. Брать на Б5 и на Ж6 нельзя из-за шаха. А на С2, Конь С4. И как-то, в общем, раскрутиться здесь очень непросто. Здесь, видимо, белые с трудом боятся за ничью. Но, наверное, спасаются. Алексей сыграл Ферзь Е1. Кстати, я нашел, что здесь белые могли ликвидировать все опасности ярким ходом Б2-Б4. Но для этого надо было сосчитать кучу вариантов. Там, кстати, совершенно неясная получается позиция в духе Широва. Но в духе Широва в хорошей форме. Он сыграл Ферзь Е1. После чего последовал ход слона Ф6. Итак, слон Ж6 остался жив. Пешка Д3 осталась на доске. Значит, слон на Б1 остался вне игры. Вот эта позиция очень неприятная. Здесь Лами, правда, поторопился. Надо было, конечно, сыграть какой-нибудь С4. Выяснить ситуацию с пешкой Б2. Здесь очень неприятно. А ход С4 это просто зевок. Ну, просто зевок. Соперники уже совсем уже ничего не соображали. Видимо. Последовал слон Д6. Здесь оказалось, что ладья Ф7 играть нельзя. И взял Ладья Е8. Видимо, Лами вот дошел до этой позиции. И, вероятно, считал, что надо брать Ферзь Е6. А то, что белые могут продолжить путь Камикадзе. Ходом слон Бюджи Си. Вот это он зевнул. То есть, белые выиграли одну пешку. Конечно, при таком слоне это небольшой повод для радости. Но дело в том, что потом они выиграли еще одну. Ну, допустим, размен на Ф6. Конь Д4. Конь С6. Это достаточно боевая жертва еще второй пешки. То есть, черные просто организуют фигурную игру и собираются пешку Д где-то продвинуть. Но после Конь С6, Конь Б5 здесь надо было уж, конечно, сыграть Ферзь Ф4. То есть, сыграть Ферзь Ф4, не пустить коня на Д6. И при случае, кстати, черные играют Ферзь Б8, съедают на Б2. Но там все-таки получается ничья вечным шахом. То есть, белые там соскакивают. Вот. А было сыграно Ферзь Ж5, после чего уже перевес перешел на сторону белых. Конь Д6, Конь Е5. Достаточно все боево угрожает Ферзь Конь Ф3 шах. Но вот здесь я совершенно не смог понять, что же черные могли сделать после Ферзь Е3. Алексей, конечно, здесь был уже в таком цветноте, что его порицать абсолютно невозможно. На самом деле, после размена на Е3 пешка никуда не проходит. На Д3 же есть ход С2. А если пешка остается на Д3, то белые просто возвращают коня на Д2, наваливаются на пешку С4. Король подходит. Нельзя забывать, что у белых просто две лишние пешки. Там где-то может быть подрыв в Б3 есть. Во всяком случае, когда белый король подходит, уже эти пешки не настолько опасны. Вот. Алексей сыграл Конь Е4, после чего форсированно получилась ничья. Причем абсолютно логично. Слон Ж6, очень точный ход. Белые взяли на С4. И теперь черные очень грамотно поставили вечный шах. Потому что конем брать, конечно, нельзя. Ферзь висит. А если вот здесь взять на С4 ферзь, тогда съедается конь на Е5. И на Д2 все время следует ферзь в 6 и съели на Д2. В общем, здесь получается ничья, как нормальный результат для обеих сторон. Ну, болельщики Шировы, и сам он, конечно, перепугался, что можно было еще и проиграть последней партии. Но, к счастью, этого не произошло. Вот. Но выступление Алексея в целом, конечно, удручает. Итак, в партии Гири-Пономарев произошла очень интересная дебютная дуэль. Соперники достаточно бодро разыграли вариант из новоиндейской защиты. Здесь белым и хочется, и колется. Хочется поставить конь на С3, а колется то, что пешка на С4 регулярно погибает. Но, тем не менее, это надо делать. То есть, белые здесь проводят Е4 и вот остаются без пешки. Но в центре получается у них достаточно серьезный перевес. Вот. Здесь теория развивается. На С5 белые все время Д5 хотят сыграть. В общем, это все достаточно интересно. Белые отыгрывают пешку, а черные прорезают черные поля. Здесь получается так, что разорванная структура у белых. Но у них перевес двух слонов, и все-таки в центре их немножко больше. А3. Здесь последовала новинка. То есть, до этого играли слон Д6. Кстати, что не помешало черным буквально через ход сыграть слон С5. Поэтому слон С5-то ход самый естественный. Надавили на Ф2. Ф2 угрожает конь Ж4, пешка С4 висит. Теперь конь А4. Очень точный ход. Не только пешку защищаем, но и опасного слона начинаем терроризировать. Ладья Е8. Слон С5. Ферзь С5. Вот в этот момент мне показалось, что белые все-таки могли бороться за перевес. Для этого вовсе не обязательно было уступать вертикаль Д. Мне кажется, что Анишу стоило сыграть ладья АЦ1, чтобы после ферзь А3 сыграть С5. Вот здесь у белых получается достаточно сильная двухслоновая инициатива. Кстати, если вы помните, в предыдущем туре Аниш играл с двумя слонами против двух коней Ананды. И вот здесь сегодня, в 13-м туре, продолжил творческий спор. То есть, он защищает слонов. И вообще говоря, правильно делает. Все-таки слоны и перспективные животные. Вот, а он сыграл ладья ДЦ1. Но вот теперь после ладья Д8 у черных получилась сильная инициатива. Причем самое обидное, что угрожает взятие на С4. Например, на Аш3 следовал конь С4. И нельзя брать ферзь С4 из-за типового удара ладья Д1. Перегрузка ладьи, потом взяли на С4 и взяли на А1. Вот, здесь пришлось играть слон Е3, ферзь Е7. Но все-таки ладьи стоят у белых неудачно. Вот, Аш3. Мне кажется, что в данной ситуации Пономарев мог немножко побороться за перевес ходом ферзь Е6. То есть, сначала сковать белых защитой. Ну, здесь на С5 все время Б5 хороший ход. И затем кони скачут. Вот, и только потом уже как-то нападать. Но он поторопился. Он сыграл конь Ж6 сразу. Напал на пешку Е4. Последовал ладья Е1. Ладья Е1. То есть, это засада. Конь Е4 здесь вовсе не взятие на Е4, а ход Аш4 очень сильный. Угрожает ход слон Ж5. Здесь у черных уже снова возникли проблемы. Конь Ф6. Здесь, конечно, не слон Б6 за шаха на Е1. Вот. Аниш взял слон БЦ6 и, видимо, упустил перевес. Надо было сыграть С5. Надо было сначала пришпилить, пришпорить вот эту пешку. И потом уже забирать положенный. Но, во всяком случае, здесь два слона-то реально очень сильные. А он поторопился. Он сыграл слон С6. Последовал очень точный ход. Конь Е5. Черный просто на тактике раскручивается. Выяснилось, что нельзя брать на Е8. То есть, брать-то можно. Но вот здесь приходится играть король Ж2, отдавая на Е1. Или король Ф1. Там вечности начинаются. Но король Х1, вот вверх хода нет из-за ферзь Б7. Ферзь Б7, здесь белые даже просто проигрывают. В общем, Аниш вполне благоразумно сыграл слон Ж2. Вообще, слона хочется сохранить. Тогда Ферзь С7, все-таки слабость пешки С4 и активность черных коней. Вот стояла бы здесь пешка на А3, еще у белых было бы лучше. Все-таки два слона, вдруг С5 удастся провести. Но конь Ж4 очень неприятная штука. Кстати, на Ж4 мог пойти и другой конь. И здесь за счет активности у черных нет проблем. Аниш предложил ничью ходом ладья Б1. Но белые тоже, в общем-то, не имеют настолько серьезных проблем. Итак, ничья-ничья. Нормальный результат. Но вопросы в дебюте остаются. Крамник Вашьелла Граф. Здесь Владимир получил очень перспективную позицию, применив сильную новинку в защите Грюнфельда. Ну, у Крамника, похоже, их бездонный мешок, этих новинок. Может быть, осталось еще с былых матчей. Но у него сегодня просто совсем не было энергии, чтобы развить инициативу. Итак, достаточно актуальный вариант. Я в свое время ферзь А5 все-таки здесь предпочитал играть. Два нуля, конь Ф3. То есть черный почти не тревожит центр. Слон Ж4, слон Е2, ферзь А5. И здесь вот странное дело. Здесь почему-то все играли ферзь А2. Вот. Владимир применил очень сильный ход 2-0, игнорируя угрозу черных. И после ферзь А2 вот возникла ситуация, которая очень напоминает любому, даже не специалисту, а просто знающему человеку, очень напоминает следующий вариант. Вот здесь в защите Грюнфельда есть вариант конь Ф3, С5, ладья Б1. Когда белые, в принципе, отдают пешку на А2. Причем не обязательно после разменов СД-СД. Так вот, здесь получилась такая ситуация, которая очень похожа. Причем и идеи-то все те же самые. Слон Ж5, белые нападают на Е7. Кстати, слон через Е7 на С5 идет. Ферзь Е6, ладья Е1, восклицательный знак. Здесь я стал изучать ферзь бьет Е4, ход не такой глупый. После А3, конечно, хочется сдаться, но на самом деле здесь есть совершенно фантастический ход А6. И здесь надо анализировать, очень интересно. А ваш Елограф сыграл ферзь Д7. У черных пешка есть, но с развитием, конечно, беда. Д5, видите, что конь на Б8 страдает, пешки слабые. Ход Е5 мне откровенно не нравится. Вот так как сыграл Максим, Е5 дало белым жесткую стратегическую инициативу. Не исключено, что надо было пункт Е5 все-таки оставить для слона. Сыграть ферзь Д7, может быть, там потом удастся конь Д7, конь Е5 сыграть. Но пока, конечно, с пешкой Е7 придется решать проблему. После Е5, вот будь Крамник здесь в хорошем состоянии, он, конечно, эту позицию поиграл бы на победу, причем, может быть, даже успешно. Ладья А1 здесь заслужил внимания. Конечно, хотелось бы оставить коня на доске. Я изучал здесь конь Д2, чтобы конь на С4 пошел. Но, к сожалению, здесь после размену у черных есть сильный ход Б5, который не дает белым поставить коня на С4. Здесь, видимо, черные соскакивали. Во всяком случае, белые отыгрывали пешку. Получалось равенство. Владимир сыграл неплохо. Ферзь Б3. Взяли-взяли на Ф3. Здесь уже надо брать, иначе конь на Д2 пойдет. Конь А6. И вот давайте я покажу вообще, какие здесь есть у черных опасности. Потому что я пугать-то пугаю, но вот надо еще показать. Допустим, черные просто спокойно защищаются, ничего не отдают и развиваются. Конь Д7. Вот после конь Д7-то уже черные на самом деле проигрывают. Следует слон Е7. Ну, здесь, наверное, качество надо отдавать. Потому что на ладья Е8 следует Д6, и белые по белым же полям организуют решающую атаку. Причем очень эффектную. Ферзь бьет Ф7. Видите, какая замечательная жертва. И здесь просто из XVIII века получается мат черному королю. Ну, ферзь Д5, слон Д5 мат. Вот. Башье Лаграф. Я чуть не сказал Машье. Машье Лаграф. Уже начинаю заговаривать с конца турнира. Он сыграл конь А6, и после слона Е2 почувствовал опасность. Очень здорово сыграл. С4. Это отличный сброс пешки, который обнажает поле С5. Ферзь С4. Здесь, конечно, ладья С8 надо было играть. И ставит коня на С5 не мудрить. Но Максим сыграл ферзь Д6, и после слона Ж4, кстати, новые проблемы возникли. Видите, ладья не встала. Угрожает слон Г3, ладья Б1. В общем, пришлось играть Ф5. Но, в общем, оказалось, что не так-то уж это плохо. Здесь, конечно, Крамнику надо было сыграть слон Е2. Там получалась некоторая разница. После слона Е2 конь С5. Вот здесь я изучал вариант с разменом легких фигур. Здесь слон идет на С4, и это очень неприятно для черных. Здесь где-то получается вот такое окончание, в котором пешка Д7 могла сильно-сильно огорчить черных. А после слона Х5 конь С5. Вот здесь выяснилось, что если играем слон Е7, тогда взяли-взяли-взяли. Взяли, здесь можно сыграть Б6. Нет вот этого размена на С4. И пешка Д6 вскоре падает. Вот, поэтому Владимир сыграл ладья Д1. После ферса Х4 предложил ничью, которая была принята. Ну, здесь, вероятно, уже нет реального перевеса у белых. У ладья Ц7 черные уже достаточно хорошо все защитили. Вот, ну, Максим отделался легким испугом. Я бы так охарактеризовал коротко эту партию. А Крамник просто вот занес руку для удара, но ударить не смог. В партии Араньян Смейтс, армянский гроссмейстер, боролся как лев. И имел перевес, но имел он не только перевес, но и недовес. Дело в том, что, конечно, даже металл устает. Вот и Ливон устал. Итак, это очень интересный вариант. Значит, такая околомиранская игра, в котором Ливон применил очень интересную новинку. Конь Д2. Раньше здесь слонов развивали. Конь Д2, конь идет на С4. Но выяснилось, что даже простая примитивная игра все-таки оставляет за черным хорошую позицию. Потому что у белых на самом деле есть один большой стратегический минус. Конь на А4 вне игры. И выяснилось, что все хитрости белых. Компьютер поначалу излучает дикий оптимизм за белых, но потом начинает присматриваться к позиции. То есть Ливон вообще сделал все достаточно мощное. Развил слонов. Да, но что дальше? Вот слон С6. Выясняется, что черные в нужный момент всегда могут бить на А4. Да и в принципе этот конь не входит в игру. Здесь я некоторые хитрости изучал. Ну что ж, здесь конь Д6, конечно, очень напрашивалось, как мне казалось, с атакой у белых по большой диагонали. Потом, правда, выяснилось, что атака есть, но вовсе не у белых, а у черных. Потому что они здесь несутся и атакуют пешку Ж2. А белые слоны пассивны. В общем, позиция очень хитрая и разобраться в ней непросто. А после Ж3 Смейтс быстренько разменялся. Здесь не исключено, что не надо было играть конь Ц3. Можно было сыграть ладья Ц5 и ФС7. А он решил побыстрее разменяться и сделать ничью. Ну вот Ливон до поры до времени эти попытки пресекал. Причем, по-моему, кое-где просчитывался. Вот, здесь очень интересный сброс С2, конь Б6. Не исключено, что Ливону надо было здесь смириться и просто все разменять. То есть на Д8, на Б6 получался абсолютно битый ничейный разноцвет. Он сыграл конь Д6, ФС7. И возникла неприятная связка по вертикали, видите, по вертикали Ц. Вот, Ливон сыграл конь Б5. И этот момент, видимо, оба соперника просто пропустили. Я никак не смог понять, что же здесь делать на ладья бьет Б5. То есть черные отдают качество, потом заходят слоном на А3. И вот посмотрите, какая неприятная ситуация. Уводить ладью не хочется, потому что две фигуры будут за ладью. А что делать? Если ладья остается на месте, например, А4, ну взяли, взяли ладья Ц8. Такая связка, причем у белых нет шансов ее развязать. А черный конь идет на Д5. Я, конечно, сразу не могу сказать, как черные съедят этого слона. Но есть такое ощущение, что белые в опасности. Вот. Но этот момент остался за кадром. Последовал ферзь Б8, после чего белые получили перевес. У них здесь получилась просто лишняя пешка. Я понимаю, что пешка на Е5 слабости. И еще я очень хорошо понимаю, что сдвоенные пешки не так сильны, как не сдвоенные. Но все-таки перевеслись у белых. Ладья Д8. Но здесь, конечно, надо было сыграть конь Д6. Не всяких сомнений. Ладья Ц1, конь Д5. Видимо, Ливон просто просчитался. Здесь он пешку на Е5 стал отдавать. В общем, качество игры в этой партии здесь оставляло желать лучшего. После ферзи 4 белые вообще уже стали хуже. Ферзь Д2 позволяла как-то держать. А Ливон сыграл ферзи 4. Здесь наступала волшебная тактика. Но соперники были в принципе уже не способны считать. Здесь черные получали большой перевес хода ферзь Е5. Причем на конь бьет А7. Следует, вот смотрите, какая замечательная совершенно комбинация. Такое можно действительно просчитаться. Следует Слон С5. Черные просто подставляют под бой слона. На Ладья Ц5 они дают шах и подставляют под бой еще и коня. То есть вот в этой позиции у белых две лишние фигуры, но их добивают. Вот, например, после короля Х3 их король получает мат. А после короля Ф3 там король идет на Е4 и попадает под шах Ф5. После чего белые остаются без ферзя. Вот, а если в этот момент не брать на Ц5, если играть конь Ц6 с вилкой, то следует новая жертва. Слон бьет Ф2. В общем, здесь во всех вариантах черные добивают белых. Причем конь Ф6, еще Ладьян Д2 идет. В общем, ужас какой-то. Ужас. Вот, и здесь Ливону, в общем, повезло, что соперник ничего этого не досчитал. Но вот как я могу это объяснить? Сначала человек работает на имя, а потом его имя работает на самого человека. Все-таки у Ливона очень большой авторитет. Все знают, что он очень сильный шахматист. И Смейц, видимо, просто не мог поверить, что как так сам великий Ливон Григорьевич Аронян может просчитаться в тактике. Ну, вот это произошло. А после А6 уже последовали размены. Ферзь С7, видите, тут какая неприятность. На Д8 нельзя взять и завзять и на Ц1. И, в общем, фактически черные просто съели пешку Е5, а пешку А6 не отдали. Ну, дальнейший ход партии, пожалуй, я оставлю без комментариев. Здесь белые еще могли побороться за перевес, если бы взяли на Е7, потом Ферзь С6. Ну, в общем, соперники здесь делали, что могли, а могли уже немного. В результате произошли тотальные размены. И в окончании, вот здесь уже совершенно логичная ничья. Соперники еще немного поиграли и сыграли в ничью. Ну, что, все хорошо, что хорошо кончается. Так, а теперь, вот на этом я завершаю обозрение партий главного турнира. А сейчас я покажу вам, как драматически закончилась борьба в турнире С. Там за победу в турнире спорили местный шахматист Даниэль Вакатура и Илья Нижник, замечательный юный талант из Украины. И у него был сегодня прекрасный шанс выиграть турнир. Вот, значит, позиция довольно сложная. Позиция сложная, в принципе, белых инициатива. Вот, но. Но здесь получается такая штука, что Вакатура увлекся. Вакатура увлекся, он заметил, что здесь пешка на Аш5, можно вскрыть короля. И он здесь начал яркую атаку. Конечно, ладью, наверное, стоило увести назад от вилки. Но он сыграл ладья Б4. И здесь началось. Слон С6, ладья в ловушке. Слон бьет Аш5. Совершенно замечательная жертва. А5. В этот момент белые еще не проигрывали. Как ни странно, здесь можно было подставить ладью под бой ладья А4. И лишь после слом бьет А4 уже перейти к этой атаке. И здесь они добивались ничьей. А последовала немедленная ладья Ж3, немедленная. И здесь Илья очень хладнокровно все рассудил. Он просто взял и съел все, что дают. Вот, то есть черные просто забрали ладью. И предлагается показать, а где же здесь вечный шах? Так вот, выяснилось, что вечного шаха здесь и не было, на самом деле. Здесь, конечно, и слон Ж7 выигрывала. Но так как сыграла Илья, тоже неплохо. Король Ф7. Ком бьет Д6. Очень правильно. И в этот момент Илья просто не угадал, кого взять. Надо было взять дичь покрупнее. Надо было взять король Ж6. И после ферзь Е4 можно было отдать ферзя. Вот этого, видимо, Илья не заметил. Надо было просто отдать ферзя. Дело в том, что у черных такое огромное количество фигур. Им достаточно этого. Потому что одинокий ферзь явно не сможет совладать с четырьмя фигурами черных. А если сыграть конь Ф5, тогда этот король ловкий и просто убегает от шахов. Итак, черные легко выигрывали. А последовало слон Д6. И ферзь Х5. Вот здесь получается уже, что вечного шаха избежать нельзя. Не помогает даже избежать яркая подставка ферзя. Потому что черные не берут ферзя, а играют ладья Ф6. Замечательный еще ход. И опять-таки, после взятия берут ферзь Х4 и вечный шах. А посмотрите, что произошло в партии. В это, в принципе, трудно поверить. Потому что вот здесь две ладьи и слон лишний. И что здесь король не может убежать. Но выяснилось, что это так. Король на Ж7 получает мат. А после короля Ф5 последовал точнейший шах ферзь Х7. Здесь выяснилось, что идти вперед нельзя. На короле Ф4, Ж3. Здесь надо уже от греха подальше возвращаться. Потому что после короля Ф3 следует мат. Вот поэтому Илье пришлось здесь согласиться на ничью вечным шахом. В результате этот турнир выиграл Даниэль Вакатура. С чем мы его и поздравляем. Ну, а Илье можно только посочувствовать. Ну, давайте еще пару слов про итоговое положение. Итак, Накамура гигант. Накамура просто монстр. И, в общем, мы надеемся, что он дальше будет расти. И его партии будем изучать. Ананта, Ронян, Карлсон, Крамник. В общем, все правильно. Видите, вот эта большая четверка. И все выступили очень неплохо. Но все наверху быть не могут. Конечно, и Карлсону, и Крамнику есть о чем горевать. Меня очень порадовал Аниш Гири. Он проявил себя молодцом. И мне кажется, что это новый член элитного клуба на долгие-долгие годы вперед. А может быть, даже у него и его амбиции будут еще больше. Может быть, он побоюет и за высокие титулы. Конечно, нельзя не поражаться последнему месту Широва. Но Алексей был совсем не в форме. И к тому же его дебютная подготовка оставляла желать лучшего. Ну, а о Грещуке я тоже уже неоднократно говорил. Ян, не помнящий, к сожалению. К сожалению, он действовал неровно. И, в общем, играл то с блеском, то с треском. Конечно, не хватило ему физических кондиций. Ближе к финишу было видно, что он не в состоянии напрягаться, бороться. В общем, тяжело. Ну что ж, турнир был интересный. Я благодарю всех зрителей за внимание. И до новых вам встреч.